всем привет итак чем мы сейчас займемся мы значит поставим на флешку linux mint 17.1 mate значит это долгосрочная сборка она будет поддерживаться до двух тысяч девятнадцатого года вот здесь вот стабильная хочу обратить ваше внимание что если сборка нестабильная то они к ней вот такие вот словечки перерисовывают rc rc чтобы означает релиз кандидейт то есть кандидат на выпуск грубо говоря бета-версия и так значит я беру программу юми вот она 2 017 у меня стоит версия не знаю может быть там понове еще сделали у меня где-то 5 гигабайт было свободно значит на флешке вот мы сейчас минт поставим выберем сборочку и значит сама сборка на занимает полтора гигабайта ну и где-нибудь гигабайт я дам ей под самые как говорится там ну может быть даже полтора до гигабайта хватит ну вот так и гигабайт дам на создание кладовочки нажимаем на крейк и пусть она себе все это дело создает значит мы можем даже заметить время 15 35 мы начали это дело делать запишем 15 35 мы когда закончить делать мы это дело закончим а сейчас пока я просто напросто прервусь итак процесс записи на флешку закончился это заняло у нас сейчас скажу точно порядка 13 минут почему потому что сам по себе образ записать ну там 35 минут а вот создание кладовочки на размером в один гигабайт вот это вот самый трудоемкий процесс для юмика но тем не менее значит дело сделано и теперь значит мы просто напросто просмотрим нашу флешечку на вот этой программ очки скажем так быстрый просмотр записалась или не записалась можно также использовать подсчет суммы образа но я люблю чисто так по быстренькому графически просмотреть и все вот навели нажали и посмотрим если будет грузиться значит будет грузиться а видно что она уже грузиться начала да значит практически образ записался так что следующую часть видеоролика значит мы уже посмотрим находясь прямо на флешке итак мы находимся на флешке куда поставили линукс минт мэйт значит что я сделал единственное через центр программ установил программу ли ну который называется запись моего рабочего стола record my desktop вот она и при помощи этой программы значит я просто вот веду запись того что собираюсь сделать я на флешку пока ничего больше другого ставить не буду а перейду сразу к установки минта на жесткий диск вот хотел поменять бэкграунд тут даже до граунда я не вижу ничего страшного ладно нажимаем на установить и вот идем на установку значит здесь первым делом предлагается выбрать язык он русский находится вот здесь нажимаете на него нажимаете на продолжить продолжаем продолжаем здесь программа предложила от монтировать некоторые разделы жесткого диска которые я значит использовал до этого и когда кнопочка продолжить продолжить станет цветной мы перейдем на другой вариант установки нажмем на продолжить и мы помним что у нас значит вместо было отведено значит здесь у нас стоит у нас линукс минт на пятом разделе и он значит здесь значит и пройдем еще ниже посмотрим что у нас тут есть а вот значит ставить будем на этот разделчик нажмем на кнопочку изменить напишем файловая система extension 3 пусть он еще раз отформатирует и точку монтировки укажем то есть вот практически все необходимые данные значит у нас подготовлены на жестком диске 50 гигабайт дискового пространства для любого для любого линукса это скажем так вполне достаточно и опять ждем когда кнопочка установить сейчас станет цветной то есть иногда это занимает определенное время здесь уж никуда не деться и наконец можем теперь спокойно вот она нажать установить сейчас ну я выбираю значит вы можете выбрать любое хоть Владивосток хоть Москву что вам нравится я нажимаю продолжить и выбираю и выбираю раскладку клавиатуры значит ну коли ставим русскую так и ставим русскую значит продолжить имя ну я обычно всегда ставлю юзер да и пароль задаю тоже юзер и хоть там она нам пишет что короткий пароль но при настройках он крайне важен потому что когда все настройки будут сделаны тогда можно поменять на длинный а так при настройках короткий пароль сократит время для настройки системы нажимаем на кнопочку продолжить и установочка значит пошла все на русском языке пожалуйста значит сейчас вот идет копирование файлов копирование файлов закончено теперь наступила установка системы о чем мы видим сообщение ну и в конце концов появляется долгожданное сообщение что компьютер можно перезагрузить поэтому последнюю часть видеоролика будем уже делать жесткого диска ну вот в конце концов я поставил linux mint made на жесткий диск компьютера поставил базовую сборку ну и естественно что здесь значит нужно будет произвести кое-какие настройки м м м Продолжение следует...